Говорят, недостаток выбрасывался в магазин случайно был. Насчет выбрасываться в магазин не сказал бы. Скорее, это была больше проблема, связанная с кабурами. То есть, допустим, если пистолет находился здесь, ну, можно было его случайно прижать, да, можно было нажать на кнопку, но я думаю, что подобный коэффициент таких случаев минимален. Очень удобно, он здесь находится рядом, то есть пальцы к нему так и не тянутся особо, то есть нет шанса того, что при стрельбе, есть шанс, ну, что он может вылезти, да. То есть при полной работе, пока палец находится здесь, соответственно, вряд ли можно будет случайно нажать на кнопку. Лучше, чем наган штуковик? Ну, в плане заряжания, да. В плане надежности вряд ли. Чаще всего проблема этого пистолета состоит в системе именно стрельбы, то есть игла, которая находится здесь, которая ударяет по капсуле патрона, она чаще всего затупляется, и из-за этого пистолет, ну, не подходит для стрельбы. Да, можно будет быстро заменить, это пистолет позволяет, здесь быстро все откручивается, все вытаскивается. Это, собственно, простой пистолет, но именно то, что постоянно запчасти очень часто изнашивались, очень быстро изнашивались, да, это вот неопределенный, ну, определенный факт этого пистолета. У нагана же наоборот, он, вот его как выпустили, так и можно было его хоть век использовать, ему особо ничего не будет. Да, иглу, конечно, во всех пистолетах надо заменять, которые ударяют по капсуле, но именно в плане надежности все-таки наган лучше. А потом, вот последующие, говорят, вот ТТ идеальный, в 90-е его там бандиты использовали, он лучше там Макарва, я не знаю, вот. В интернетах пишут, а почему вот сейчас не производят ТТ, такой хороший был пистолет, нахрен нам этот Макаров нужен с маленькой пулькой? — Проблема в этих пистолетах была в том, что задача была разная. Когда после военного времени была задача именно выпустить пистолет для органов, которые правопорядка, чтобы останавливать всяких преступников, соответственно, да, был сделан патрон именно останавливающий, а не убивающий, пробивающий насквозь. У пистолета ТТ же патрон немножко другой. Он именно сделан, был разработан для того, чтобы пробивать тело, то есть при стрельбе патрон пробивал противника полностью, то есть он не останавливал, а пробивал. Вот, в этом разница была. То есть все зависело от времени. Что касается 90-х, почему его так любили бандиты, но он был очень доступен со складов, со всего, в отличие от ПМ, который использовался тогда, и используется до сих пор полиция и многими органами правопорядка. Ну, собственно, вот. Продолжение следует...